Итак, первая эмоция, которая в царстве будет всегда и должна быть здесь утверждена, это восхищаться. Когда вы в последний раз восхищались? Это я, брат Роман, сейчас прям восхищаюсь. Восхищаться это оооо, вы понимаете, это нечто, восхищаться. И это то, что принадлежит небо, небо восхищается. И хочу сказать вам такую вещь, очень необычную, что восхищаться нужно Богом, но можно и человеком. Я повторю, восхищаться нужно Богом, но можно творением. Бог достойен восхищения. И его дела достойны восхищения. То, что делает Бог, это восхищает. Это просто восхитить, восхитить твою радость, восхитить твою эмоцию, восхитить твои чувства. То есть это выше, чем средний уровень, это выше, чем твои возможности. Восхищение, это когда происходит, церковь, почему это называется, восхищение церкви. Когда Господь заберет человека от земли, то, что она сама не может делать, она не может летать, она не может крыльями махать, чтобы подняться, но Бог ее восхитит. Вот что значит восхищаться, когда наши эмоции зашкаливают, и мы восхищаемся Богом. Но иногда я восхищаюсь некоторыми людьми, я думал в этом, правильно это или нет, а я думаю, что это правильно, восхищаться людьми. Я восхищаюсь некоторыми людьми, я восхищаюсь их ней посвященностью, духовностью, верностью, красотой. я восхищаюсь некоторыми людьми и у меня есть люди которыми я восхищаюсь вот это да у меня есть люди которыми я восхищаюсь а я не стыжусь ими восхищаться я некоторым из них говорю я тобой восхищать я не сказал поклоняюсь я сказал восхищаюсь а ты мной восхищаешься и вот этим И вот этим, да, не этим, другим, другим, вот этим, вот этой точкой. Найдите хотя бы какую-то родинку у ближнего своего, которой можно восхититься. Я скажу вам, это искусство, найти в человеке то, чем можно восхищаться. Вот, мы сегодня с вами много времен искренне, и это серьезная вещь, восхищаться. Поэтому вы свободите в себе, в культуре церкви своей, откуда вы приехали, чтобы люди научились восхищаться. А восхищаться, это не молчать, сидеть сурово, смотреть из-под лобби. Восхищаться, это открытые, максимально распахнутые эмоции. Вы понимаете? И у меня есть в нашей церкви, и даже в Братстве тоже некоторые люди, которыми я реально восхищаюсь. Действительно восхищаюсь. И, ну, некоторыми здесь я прям говорю, я восхищаюсь. Но здесь надо ботовствовать, потому что, потому что человек получит крылья за спиной, прям улетит, прям на небо сразу, вспорхнет, как ангел, и улетит, как ласточка. Если он скажет, если мной восхищаются, значит, я восхитительный. Вот, это потрясающе. Вы знаете, я хочу быть в церкви, где люди восхищаются. Я не хочу быть в церкви, где люди критикуют, где они критичны, разум, у них негативное мышление. Я хочу быть там, где восхищаются. И эта эмоция принадлежит творческим людям, духовным людям, пророкам, потому что пророки восхищались. И вот то, что я вам прочитал, что буду насыщаться образом твоим. Он восхищен. И есть множество местописаний, где мне не надо даже далеко ходить. Я в любой книге Библии почти найду вам, где там о восхищении. Понимаете? Особенно в салтере, в песне-песне. О, как любезные ласки твои, они лучше винатами и так далее. Что девицы любят тебя, что твое имя, оно как текучее мир. Это полностью восхищение. Это полностью книга о восхищении. Возлюбленный восхищается своим возлюбленным, а возлюбленный восхищается своей возлюбленной. Понимаете? Это все о восхищении. И все небеса восхищаются. Они все восхищены. Там нет ни одного скучного лица. Там все восхищены. Это невероятно. Давайте, чтобы наши церкви притягивали ангелов. Чтобы они притягивали архангелов. Чтобы здесь было, что ангелы будут дивиться. Ничего себе там восхищение. Они сказали, Господь, они там друг другом восхищаются. Они тебя забыли. Он сказал, нет. Именно потому, что меня не забыли, поэтому восхищаются друг другу. Уже человек, который получает дух восхищения, он его передает на ближнего своего. Найдите возможность восхищаться друг другом. Вторая эмоция, это очень важно. Это наслаждаться. Все небеса наслаждаются. Там нет ни одного существа, самого низкого, низменного ангела или духа, который бы не наслаждался. В небесах главное чувство будет это наслаждение. Мы будем всю вечность наслаждаться. И должны сейчас уже наслаждаться духом святым, переживаниями духовными. И наслаждаться. Но, вы знаете, скучный человек, депрессивный. Он просто в себе убивает это. Он захлопывает дверь для эмоций. А это все эмоции. Я говорю вам об эмоциях. Зашкаливающихся. Экстраординарных эмоциях. Это очень серьезные вещи. Это пища царская, братья и сестры. И говорит, я буду насыщаться и наслаждаться. И, как сказал один мыслитель, он сказал, что человек сотворен, чтобы наслаждаться Богом. Это главная его цель. Представляете себе, как сильно сказано? Главная цель человека – наслаждаться Богом. То есть, Бог создал нас для наслаждения собой. И как, допустим, даже взять человека, любимая пара новобрачных или жених с невестой, они наслаждаются. Почему даже называется медовый месяц? Потому что они, как во сне, они уходят в какую-то сказку и начинают наслаждаться друг другом. Но они также наслаждаются собой в этом наслаждении ближним. Когда ты наслаждаешься ближним или объектом своего обожания, ты наслаждаешься собой тоже. Потому что ты становишься самым лучшим. Все самые лучшие качества, которые в тебе спят или там где-то были закопаны, они вдруг просыпаются. И ты диву даешься самому себе. Как говорят, да, он влюбился на него. Посмотрите на него, сумасшедший. То есть, потому что он наслаждается. И любовь это то, что даст нам наслаждение. Потому что без любви невозможно наслаждаться. А любовь несет в себе наслаждение. Настоящая любовь, она наслаждается. Это потрясающе. Поэтому, Боже, Господи, дай нам наслаждение. Дай нам наслаждаться. Наслаждаться Богом жизни. И знаете, чем еще? Жизнью надо наслаждаться. Наслаждайтесь. Даже когда вы берете это какой-то там, я не знаю, фруктовый клубничку, съешьте, откусите половинку. И скажите, как вкусно. Все небеса наслаждаются. Поэтому наслаждайтесь Богом. Богом. Наслаждайтесь Духом Святым. Исполняйте. И жизнью наслаждайтесь. Не только что вкусно. Бодрствуйте. Бодрствуйте. Но то, что жизнь. Деревья, небо, вокруг. Я не знаю, да все, что я вчера цветок здесь понюхал. Да, и во время прославления. Я прям во время прославления обязательно должен был понюхать цветок. Но он не сильно пахнет, но я все равно буду наслаждаться. Вот, посмотрите, и что мы говорим, как мы двигаемся. Это эмоции царства. Иисус, когда учил, я думаю, что эти эмоции Он высвобождал. Восхищаться и наслаждаться. Восхищаться и наслаждаться. Я буду восхищаться Его делами. Я буду восхищаться творением. Я буду восхищаться людьми. Я буду восхищаться красотой, умом, прозорливостью. Я буду восхищаться всем, чем можно восхищаться. Потому что восхищаюсь творением, не боготворяя его, восхищаюсь творением, я восхищаюсь творцом. Я говорю, какой у него сын, какой это отец матери. Я восхищаюсь этим сыном. И я воздаю через это восхищение сыном, его родителям, его творцам. Вы понимаете? Поэтому восхищаюсь творением, восхищаемся творцом. Наслаждаться, наслаждаться. Я буду наслаждаться. И буду просто наслаждаться. Будь то орешки, будь то водица, здоровье, воздух, даже боль в правильное время сфокусироваться на ней, не вредно, полезно иногда. Страданиями наслаждаться. Можно наслаждаться всем. Главное отношение к этому. И последняя эмоция это поклоняться. Это самое мощное. То, что есть, это поклоняться. И поклоняться нужно только Богу. Даже не человеку, не ангелам, даже не архангелам, серафинам их любимым, как однажды он упал перед Гаврилом, как мертвый Данил, и однажды Иоанн на острове Патмос упал перед ангелом, чтобы поклониться. Он сказал, не поклоняйся мне, только Господу Богу поклоняйся, мы поклоняемся Богу. Поклоняться, поклоняться это не просто преклонить колено, поклониться, то есть преклониться до земли, а поклонение в большом смысле поклоняться Богу. Мы будем всю вечность наслаждаться, мы будем восхищаться и мы будем поклоняться. Вот эти три одни из главных эмоций в Небесном Царстве, которые всегда будут всю вечность с нами. Я хочу их притащить на землю, чтобы здесь на земле были эти эмоции в нашей церкви, потому что мы созданы эмоциональными. Не гасите в себе эти эмоции, ободряйте друг друга, потому что, знаете, иногда кто-то придет, на него как глянут, понимаешь, особенно священники, и сразу все опускается внутри. Человек прибегает, искренне начинает, он на упрощенный, может быть, начинает что-то говорить восхищенник, да поддержи ты его, поддержи, скажи, как это классно, да, это даже лучше, чем ты говоришь сейчас, я восхищаюсь тобой и тем, что ты сейчас говоришь всем, давай, давай, давай. И ты с ним вместе поднимаешься, а некоторые как глянут, и все опускается, как Милхова, как глянула на Давида. Давид восхищался, он шел, он поклонялся, и он наслаждался, когда он двигался с Ковчегом, все эти три эмоции были с ним. Вы слышите, нет? Он же восхищался, поэтому танцевал, наслаждался, поэтому долго танцевал, и поклонялся, поэтому и танцевал. И Милхова, раз как глянет на него, ты обнажился перед служанками и все такое, он говорит, да я, а вот так, да, я, говорит, буду это делать еще сильнее перед моим Богом, а тебе нет части, все, и она осталась бездетная. Вот часто бывает, когда мы убиваем эти эмоции, у нас и церкви не растут, и они бездетные остаются, потому что мы убиваем эмоции, и вот эти три вещи должны быть в нашей церкви.